Всем привет, это канал Аградвиж. Сегодня я нахожусь в селе Водино, Каменка Днепровского района. Почему? Компания Сингента проводит семинар, день открытых дверей, в теплице, которая называется правильно, досвидетельский демо-центр от компании Сингента, в которой размещены различные гибриды томатов, красноплодные, розоплодные, индеты, полудеты. И сейчас пойдем в теплицу, будем с ними знакомиться. Более подробно нам расскажет про эти томаты сербинов Андрей, специалист по закрытому грунту от компании Сингента. Также хотел добавить, сегодня у Андрея день рождения, Андрей с днем рождения и вперед смотреть, знакомиться с томатами. Сингента, Смак Успеху, Мамстон, Ледженда, Капанет, Деванет, Меланет, Борибин. Здесь у нас демонстрационная теплица от Сингента, разные гибриды, а впереди у нас главный менеджер от Сингента. Так, пойдем познакомиться с сербинов Андрей. Андрюха, привет! Привет, Тимур! Так, рассказывай, что у нас тут есть и где мы находимся вообще. Находимся на демоцентре компании Сингента, в котором испытывается и демонстрируется уже второй сезон, 2018-2019 год. Вся линейка компании Сингента, коммерческая Тимур есть, новые гибриды разного типа, плюс также проводятся здесь испытания. Поэтому мы с тобой можем просмотреть новые гибриды, просмотреть гибриды разного типа, разного цвета и даже специального назначения. Скажи, тебя что интересует? На что ты хотел бы обратить внимание? Справа от нас будут полудеты, весь ассортимент полудетов коммерческих уже, это не только не те испытания, которые, возможно, бы показывали раньше, это уже все коммерческое. И с левой стороны это все высокорослые индетерминантные гибриды. Так, вот это слева у нас, это у нас индетерминант. Да, также слева у нас будет представлена линейка розовых томатов, розовых томатов, которые находятся дальше. Поэтому ты видишь, что ассортимент компании увеличивается, обновляется и компания Сингента дальше продолжает работать в направлении не только экспериментов, но и вывода новых гибридов на рынок. На что хотел еще обратить внимание, Тимур, то есть в этом году мы работаем совместно с компанией Агресол, которая представляет продукцию Валагра. И возле наших названий гибридов мы можем увидеть таблички Агресоловские с схемами применения и с продуктами компании Агресол, компании Валагра. То есть здесь была схема питания от компании Валагра. Здесь была схема питания от компании Валагра. От компании Валагра мы проводили, имели общую схему питания, которую использовали как на полудеты, так и на индеты. А также мы проводили работу некоторыми стимуляторами компании Валагра. Значит, что же, какие стимуляторы были? На фоне общего питания с серией мастеров, которые есть у них, 13-40-13 формула, 20-20, 3-11-38, согласно, которая применяется по схемам и по развитию растения. Также мы еще проводили испытания некоторых новых продуктов. Это таких как Максикропсет, препарат, который используется для завязывания. Также мы использовали новый препарат компании Валагра. Это препарат Активэй, который использовался на полудетах. Ну и, соответственно, линейка полудетов, все микроэлементы, брексил кальций, брексил комби, фирлайн, железо. То есть все это здесь мы применяли. Так, давай пойдем по гибридам, наверное. По порядку, наверное, как стоим, так и... Начнем с полудета, вот первый вижу капонет, я его тоже выращиваю. Давай, ну, посмотрим. Здесь вроде говорили, что как-то проходило опыление экспериментально. Да. То есть смотри, капонет у нас размещен в двух пролетах. Это достаточно большой объем, производственный объем. То есть мы работаем в демоцентре не по одному ряду. Мы работаем с большим объемом продукции. Значит, первая клетка это гибрид капонет с опылением препаратом Максикроб Сет. Только Максикроб Сет. То есть гормонов, там, тукать, шмелей тоже не было? Нет. Только Максикроб Сет. Контролем была вторая клетка капонета, то есть чтобы было все четко видно. Это клетка Максикроб Сет, это клетка гормональный препарат. То есть вот это у нас капонет на гормональном препарате. Гормон мы брали... Да. Тип 36С. Тип 36С. Тип 36С. Элджобик. Так, ну, на Максикроб Сет видно, да, что растение немножко более такое крепкое. Да. Ну, смотри, свойства гибрида такие, да, то есть гибрид капонет это обновленный, будем говорить, наша линейка полудетов. По ранности он будет на уровне с гравитетом, но основным отличием есть его стандартность. Начиная от первой до последней кисти, то есть те, кто выращивали гравитет, да и ты выращивал гравитет не один год, ты знаешь, что на первых кистях гравитета возможны крупные плоды, немножко с ребристой формой. На капонете этого нет. То есть 100% выровненность, 99% стандартности, концентрированная отдача урожая, гибрид не вершкуется, гибрид не вершкуется. То есть интенсивность роста присутствует. Закладка кистей проходит, как у стандартного полудета, через два листа, максимум через два листа, а в основной степени это через лист. И смотри, в чем преимущество. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять кистей на полудете на уровне 186 сантиметров моего роста. 186 сантиметров моего роста и мы видим закладку порядка десяти кистей. Да, я с тобой соглашусь и ты увидишь первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая полноценные по пять плодов. На восьмой может быть два, на девятой мы видим три, десятой это четыре. Потому что все-таки загрузка большая и сейчас для демонстрационного участка мы не убирали первую кисть. Хотя три кисти уже на этом гибриде готовы. Стандарт 180-200 грамм. Прошу обратить внимание на ящик, то есть ты видишь саму стандартность в ящике. Если мы, грубо говоря, уберем один этот плод, 99% одинакового томата. По плотности очень плотный, по цвету очень насыщенный. То есть дозревает, не лопает, не трескивает, отлично все. Так, давай дальше у нас. По поводу максикропосета, да, ты правильно заметил, растение выглядит более живым. То есть все-таки использование гормонального препарата на цветущую кисть постоянно, ну мы на 100% не можем защититься от попадания гормона на лист. Поэтому я не буду утверждать, но вот картинка видна, и это замечаешь не только ты. Здесь есть более живое растение с более сильным листовым аппаратом. По завязываемости отлично. Я могу сказать, по завязываемости отлично. Компания Валагра посчитает и промеряет это все еще, то есть количество плодов завязанных. Но я скажу со своим мнением и моих коллег, завязываемость отлично. То есть здесь тот же самый капонет, а вот капонет, тот же самый капонет, только который уже подобранный. То есть вы видите, что уже две кисти 100% убраны, и если мы посмотрим, вот, третья готова, четвертая готова, пятая готова. То есть, несмотря на то, что мы здесь показываем, здесь можно в течение нескольких недель закончить абсолютно быстрыми темпами сборы. То есть 70% автомата на сегодня готово. Вот это ультра-ранность и концентрированная датчика планета. Но самое главное в качестве, да? Самое главное в качестве, да. Ранность гравитета, стандартность, это фишка капонета. Новый наш продукт, это гибрид Devonet. Devonet. Мы готовы сказать, что это ультра-ранний гибрид с ультра-ранней концентрированной отдачей. То есть он будет опережать гибрид капонет. И самым, в чем будет его опережение, это то, что он будет очень быстро отдавать плоды. То есть очень быстро, концентрированно отдавать плоды. Порядка четырех кистей готовых. На одну кисть быстрее, чем на капонете. Но масса этого гибрида будет порядка 200-220 грамм. В диапазон 200-220. То есть он будет отличаться своей ультра-ранностью и массой плода 200-220 грамм. А также у него есть присутствие устойчивости к бурой пятнистости. Что немаловажно для таких регионов, как Харьков, Закарпатья. То есть там, где Западная Украина, Львовская, Тернопольская область. Где большая влажность воздуха, которая может влиять на заболевание бурой пятнистости. А теперь во всей красе и во всей отдаче гибрид Деванет. То есть сравнение. Для демонстрации. Три кисти, больше трех с половиной. Четыре кисти готовых практически. А теперь вот здесь мы смотрим, что здесь трех с половиной кистей уже нет. И, к сожалению, если бы мне не надо было показывать, или к счастью, я уже, наверное, думаю, что фермер бы наш уже все закончил. То есть надутые шары, которые можно убирать полностью. Можно обработать, покрасить, освободить место. Да, можно применить ту схему, по которой работает большинство фермеров. И освободить место. И получить тот желаемый гривновый эквивалент. И килограмм из квадратного метра. Проходим дальше. Нимур, догоняй. Я тебе покажу новинку, которая будет отличаться от того, что ты видел раньше. Кто тут у нас? Меланет. Меланет. Слышал о таком гибриде? Нет, еще не слышал. Так, ох ты, она с носом, да? Да, это основное отличие этого гибрида от того, что я тебе показал, это как раз наличие носа, да? Это, как я говорю, немножко нестандартная форма плода. И этот гибрид, смотри какой. Начиная вот с такого размера, этот гибрид уже формирует нос. При том, что я тебе скажу, он закладывался в испытания даже со шмелями. Даже вот при использовании шмелей появляется вот такой пиптик. То есть кому нужен нос? Да, кому нужен нос и кому нужен стандартный томат размером 150-160, пожалуйста, при ранности Капанетовская, смотри, что происходит. Так, да, вторая, третья кисть готовая, сама это, которую мы не красили. Ну, вот тут они красили. Нет, мы здесь работали свит плюс максикроб, свит плюс этот мегафол. Мегафол. Да, вот смотри, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Отлично. То есть это если нам необходимо с носом, мы продаем как нос. И стандартность у нас в любой момент мы готовы на сети, на АТБ, там любые какие-то другие. Да, нос, нос. Я тебе скажу, попробуй какой он плотный. Что скажешь? Ну, уровень бодерина. Я же тебе пришел, говорю. Стандартность. Единственное, что смотри, диапазон 160-180 грамм. Если делать загущение данного гибрида 3,4-3,6, мы получаем 160-граммовый томат. Если мы делаем загущение в районе 3,2-3,4, мы получим томат 180-180 грамм. То есть диапазон 160-180. Чем больше густота, тем мельче плот, будем говорить. Так, 140-160, 160-180. Так, еще раз. Меланет. Меланет. Полудет, да? Полудет, да. Вот этот, нет, это уже не то. Ага. Ты снимай вот эти вот ряды. Вот эти ряды, вот это мы ломаем. Вот он идет, 4 ряда. Да, где нос, нос. Все видно у нас, вот есть нос. Стандартный. Да. Плотный. Да. Хорошо окрашен. Нет, цвет идеальный. Да, цвет идеальный. Да, никаких там пятен. Никаких пятен, ничего. Любой взять. Отличный. Так, что у нас? Полудеты у нас... Все, полудеты у нас закончились. Дальше у нас идут испытания, поэтому мы туда с тобой не пойдем. А я тебе хочу показать наш высокорослый томат, который в сегменте раннего гибрида выходит. Ранний высокорослый гибрид. Но перед тем, как мы туда дойдем, я тебе еще хочу рассказать немножко о новом продукте Активэй от компании Валагра, который представляет в Украине компания Агресол. Так, Активэй. Да. Что такое? Чем едят? Что такое Активэй? Активэй это препарат, который улучшает усвояемость элементов питания в грунте. То есть, смотри, мы работаем, вносим удобрения. На раннем этапе мы чаще вносим удобрения, потому что у нас практически с каждым поливом мы вносим. Ты знаешь, ты работаешь по этой схеме. Потом с наступлением более высоких температур мы начинаем делать разделение условно. Внесение удобрений, потом чистые поливы с кислотой, потом опять внесение удобрений. Так вот, Активэй это продукт, который позволяет нам вытаскивать из грунта то, что там накопилось. То есть, тот азот фосфор, калий, который есть там, мы за счет Активэя позволяем вытянуть и начинаем... Он улучшает наливаемость плодов и доступность элементов питания в грунте. То есть, мы реально на своем опыте это просмотрели. Мы увидели после внесения Активэя, мы увидели резкие процессы по наливу плодов. То есть, мы увидели, что есть реально увеличение потребления и втягивание элементов питания из грунта. Также в дальнейшем мы опять же будем работать Активэем. Мы хотим на второй оборот поработать с ним. Хотим после высадки сделать пролив Активэем, посмотреть, как на это отреагируют растения, чтобы не допускать засоления грунта, а также улучшить усвояемость элементов питания. Вот это вот продукт от компании Валагра. Я тебе скажу, что доза это порядка 250 грамм на сотку. Это не так уж и много. Для такого эффекта это не так уж и много. И в момент, я тебе скажу, когда уже вот сейчас мы работаем на сбор урожая и иногда не готовы дать какое-то количество удобрения, проливаясь Активэем, мы подтягиваем все, что мы вложили сюда раньше. Так, к чему пришли? Кто тут у нас? Я тебя встречаю возле Боребина. Боребин. Боребин. Так, это уже у нас пошли индеты, да? Да. Боребин на продуктах Валагра. У нас мастер 20-20-20. Можно поставить на паузу, посмотреть, сколько чего там, когда вносили. Боребин. Боребин в ящике. Сколько дней уже лежит тут плот? С четверга с вечера. Четверг, а у нас сегодня суббота. У нас сегодня суббота, да. Ну, то есть двое суток. Двое суток он здесь. Вчера была температура в теплице, на дорожке порядка 38 градусов, до 40 градусов поднималась. Поэтому, да, видно, что были приправы. Прогревался он, ну, то есть если его протереть, да, убрать плодоножку, мы увидим, что место отрыва плодоножки очень маленькое. Плод абсолютно стандартный, с равномерным окрасом и очень хорошо выглядит. Товарность у него, как у Капанета, 99%. Я тебе хочу другое сказать. Ты обрати внимание вот сюда. Ты посмотри на этот томат. Надо под углом смотреть, тогда ты увидишь всю красоту. Мне очень нравится то, что в отличие, может, от других индетов, здесь в первую очередь есть стандартность и равномерность плодов кисти и заполненность плодами кисти. То есть ты видишь пять помидоров на второй, пять помидоров на первой, пять помидоров на третьей, условно, четыре на четвертой и прошло полноценные кисти, смотри, до самого верха, до самого верха. Если мы будем говорить о более профессиональном фермере, который немножко больше времени уделяет и может отщипнуть, ему не так жалко отщипнуть седьмой, восьмой плод, то мы можем уйти, смотри, в какую стандартность. Посмотри. Да. Уберу этот листок. Смотри. Вот так вот. Ну, в принципе, да, все грамм. Да, все. 180-200, мы можем потом с тобой промерять. Ну, я тебе скажу, 180-200 это тот размер, который на сегодняшний день рынок потребляет. Ну, вот. Далеко не будем ходить. Сейчас я поднимусь, первая кисть, вторая, третья. По срокам, по срокам он 55 дней после высадки рассады, то есть это примерно сравнительно будет с бастиной. Можно сравнить с бастиной, можно сравнивать с капонетом. Можно сравнивать с капонетом. По интенсивности отдачи, я тебе скажу, что несмотря на то, что это индет, достаточно тоже концентрированная отдача урожая. То есть 7 кистей защипнуто растение, при этом, смотри, налив идет, достаточно равномерный налив, то есть льет порядка 3-4 кистей сразу. То есть, ну, ты знаешь, да, после того, что ты уберешь первую, вторую, третью, очень быстро загорится четвертая, и очень быстро начнут расти помидоры на пятой, шестой кисти. Да, да, если тут убрали бы первую, вторую, третью убрали бы, тут совсем была другая картина. Да, другая картина. Так, плюсы, плюсы, тут я вижу, да, очень высокая стандартность. Очень высокая стандартность. Цвет? Цвет, быстрая концентрация в отдаче, да? Да, да, для индета быстрая концентрация в отдаче, ну и посмотри, полнота кистей. И полнота кистей, да. То есть, грубо говоря, 7 кистей по 5 помидоров, 35 плодов, правильно я считаю? Да, 7 по 5,35 плодов. Пускай по минимуму, то есть, по 180 грамм. По 180 грамм. Да, 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 да. Какое оптимальное густостояние для первого оборота, если мы высаживаем рассаду 45-дневную, где-то в начале марта? Да. Сколько на метр? Тимур, я, в принципе, не сторонник загущать посадки. На мое мнение, густота для данного гибрида и вообще для индетов компании Сингента, для раннего весеннего выращивания, это 2,8-3 штуки на метр квадратный максимум. Максимум 2,8-3 штуки на метр квадратный. Это индеты, а полдеты? По полдетам, ну смотри, мы рекомендуем 3,4-3,6, фермер может до 3,8 загущать. 3,4-3,6 с учетом загущения до 3,8. Если фермер идет на загущение сознательно, сознательно идет на загущение, то есть он понимает, что может быть холодная весна, он понимает, что может быть сырая и мокрая весна, и может начинаться проблемы там условно с серой гнилью где-то, или там, например, при использовании гормонального препарата будет плохо отходить цветок и будет опять же плод подгнивать, с чем очень часто сталкиваются. Поэтому может он, если он на это осознанно идет, то 3,8 штук может загущать. Мои рекомендации это 3,4-3,6. Данные посадки сделаны абсолютно до 3,5. Индеты 3,5. Полудеты 3,5. Ой, а полудеты 3,5, извиняюсь. Здесь 2,85. А здесь 2,85. Все согласно рекомендациям. Это наши рекомендации, это наш опыт, и мы можем только рекомендовать вам принимать решение. Проходим Special Tip, но здесь покажу вам, вот здесь очень красивая картинка. Это у нас череда. Череда, да, или как? Да, это череда, да. Или как коктейльный, черри, черри томат. Здесь еще идут испытания. Тут еще все под номерами. Это все под номерами, поэтому... Да, ну, красивая картинка. Тимур, два гибрида. Два гибрида. Один более крупнее, другой более мельче. Реально катаем, да. Реально катаем. Катаем сами, катаем с селекционером. Знаем, что как бы в Украине есть потребители данного продукта. Поэтому, ну, не хотим быть на сегодняшний день голословными. Просто хотим сразу сами обкатать, потом предлагать уже фермеров. Понятно. И вот, смотри, я в розовом филе. Так. Что у нас здесь? Розовый. Да, смотри. Розовый индет. Тририда легенды, да. Розовый индет. Ледженда. Высокорослый. 180-200 грамм. Да, смотри. Так, давай, показываем на кисть. Вот она. Вот она. В цвете, в качестве, в твердости. Двое суток на улице. Самое главное, покажи. Что, не, не упал. Плод упал и целый. Он упал и целый, да. Отлично. Так, три ряда, ага, вот вижу. Давай мы смотрим снизу. Отсюда смотреть самое интересное. Так, ну здесь мы видим полноценно две кисти спелых. Третья начинает по одному-два плода. Вижу, там третья-два плода есть. Ну, все-таки уровень скороспелости, как у индетов. Что ты? Тимур, я тебе скажу, что, возможно, у данного гибрида нету скороспелости, но если ты зайдешь и посмотришь на вот эту полную кисть, на вот эту полную кисть, и на ее стандартность, и на ее цвет, то я думаю, она может заинтересовать ряд фермеров. Особенно тех, которые, например, используют конвейер, там, после ранней капусты, которые используют конвейер после редиса, когда это идет промежуточный оборот, без отопления, например, да. Вот. На мое мнение, данный гибрид имеет право на существование на рынке, и вот за последний год у меня очень много вопросов по этому гибриду от фермеров, в плане, как она себя ведет. И фермер интересуется, его не пугает ее стандартный вес, то есть не крупный томат. Ну, мне нравится. Гибрид универсальный, гибрид может быть в первый оборот и без отопления, и во второй оборот. То есть во втором обороте не трескается, держит перепады температур, хорошо окрашивается. Ну, растение стабильно, я тебе скажу завязываемость. Смотри, какая завязываемость. Ультра-мега завязываемость. Да, да, совершенно верно. То есть если вы оставляете порядка пяти плодов, вы получаете вот такое. Если вы работаете... Да, и дальше там есть. Да? Ну, гибрид, да. Гибрид стандартный. В принципе, вижу, готовимся к... В любой момент работать как на свежий рынок, так и с супермаркетами. Конечно. С сетями. Дальше мы тут испытания розовых томатов. Здесь мы просто можем посмотреть то, что есть у нас, то, что мы смотрим. Справа один гибрид, потом идет свежий. Это испытания розовых томатов, которые под номерами, которые еще... Нет, нет, да. Здесь нет смысла показывать эти номера, потому что если они попадают в коммерцию, то все равно меня. 34 градуса. 34 градуса. Ты бы жарк? Мне тоже. Если камеру... Несмотря на то, что 6 часов вечера, мы имеем 34 градуса. Если камеру развернуть, то футболку можно выжимать. Ну, смотри, опять же... Тот гибрид, который у тебя есть на испытаниях. Посмотри этот номер. А, 960, да? Есть. Так, давай глянем. Ну, у меня он на шмелях, опыление с помощью шмелей. Равномернее у тебя, да? Да, более равномернее, чуть, может, мельче, но равномернее. Вот. И... В принципе, да, лист такой же, все, все. Да, он более темный, если его сравнивать, например, с тем же самым мамстаном, он по растению похож на... Похож на ладженду. Вот. Такой стабильный, такой... По... Лист недостаточно крупный. Ну, поработаем, посмотрим. Я думаю, что это придумаем. Так, это у нас последний, да? Да, это у нас последний. Последний по ходу. Так, кто у нас такой? О, это знаком. У нас мамстан. Индет 220-250, формуе 5-6, на руке плодил. Так, ну... Смотрите, может... Кто такой? Да, действительно, может быть, в ранности этот гибрид не совсем ранний, но в качестве... И в качестве это будет, как ты уже, я слышал там, со стороны говорил, что испытывался, где-то он... Смотрели его, и он показывает высокий показатель. Действительно, мы делаем упор на качество, и, наверное, больше мы будем говорить о том, что этот гибрид будет раскрывать свой потенциал, максимально раскрывать свой потенциал, как раз во втором обороте, летний-осенний период. В чем же суть? Этот томат не трескается, этот томат имеет повышенную способность завязывать, он хороший баланс имеет, но есть нюанс поведения. Во-первых, густота должна быть не больше 2,8, штук на метр квадратный, как в ранневесенний, так и в летний-осенний период. 2,8 это супер. 2,8 это супер. И второй момент, начиная от цветения третьей кисти, вы должны убирать промежуточный листок. Стандартный инбет, три листа между кистями, и вы видите, на этом растении убран, постоянно убран промежуточный листок, который накрывал кисть. Листок, который накрывал кисть. Который накрывал кисть. Так, подожди, подожди, подожди. Так, у нас вот здесь был лист, этот лист и выходил, и закрывал нам вот эту третью кисть. Так, сама с... Ну да, растение такое вегетативное, его нужно вести правильно, и получать вследствие качественное... Да, он сильный, но он сильный, он достаточно сильный вегетативный. Вот, Тимур, смотри, показываю. Есть лист, который накрывает кисть. Мы делаем клац и открываем ее полностью, и вы сразу ее увидели. Да, 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 да. Поэтому, да, вегетативный, да, сильный. В первом обороте может где-то с излишком силы. Азотного питания он не требует абсолютно. В основном уже, начиная от третьей кисти, можно давать калийное удобрение. Ну, я вам скажу... Так, ну, мамсон, все. Это у нас последний гибрид, да, у нас был? Да, Тимур, на этом, в принципе, наши коммерческие гибриды заканчиваются. Вы видите, что достаточно полный ассортимент для ранневесеннего выращивания. Есть и розовые томаты, есть и помудеты, есть и красные высокоросные томаты. Поэтому, выбор за вами. Если нужна будет консультация, помощь, обращайтесь к Тимуру и ко мне. Я думаю, совместно можно будет получать хорошие результаты. Так, да, все. А на этом все. Это был День поля, или как правильно? Нет, это был демоцентр компании Сингента. 2019, сезон 2019 года. Это ранневесеннее выращивание, первый оборот по-простому. И, Тимур, я сразу тебя приглашаю в осенний период, где мы покажем линейку томатов для второго оборота. И я думаю, будет интересно. У нас будет второй оборот, и у нас будет во втором обороте расти, который подходит именно для второго оборота. У нас будут томаты, да? Да, у нас будет здесь томат, у нас здесь будет гибриды огурца, здесь будет перец, поэтому... То есть будет опять интересное видео. Да, будет опять интересное видео. И опять мы будем в таком формате работать. А формат у нас на сегодняшний день это свободный доступ к нашему демоцентру в определенные указанные дни. Это дни, которые позволяют... А сколько дней здесь было открыто? Тимур, мы работаем в этом году, мы работаем с 31... Открываемся 30... Открылись, вернее, 31 мая. И будем доступны до 2 июня включительно. Да, график работы мы писали в объявлениях с 10 до 16, но много фермеров приходили где-то порядка 8.30. Ну конечно, сейчас у нас сколько? Сейчас уже 18.10. Да, 8.10. И я принимаю тебя. Да, и мы здесь, истекая потом, да, мы тут рассказываем, что у нас тут есть. Так, все, спасибо, будем завершать, мне еще двигаться домой. Хорошо, Тимур, я рад был тебя видеть, спасибо. До встречи. Да, давай, до свидания. На этом официальное видео заканчивается, и мы будем продолжать двигаться в обычном русле. Спасибо. 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 Спасибо.